Довольно часто можно услышать, что Барнаул называют маленьким Петербургом, что он построен по образу и подобию северной столицы. Так ли это? Меня зовут Казан Циваанна, и это «Пешком по Барнаулу». Давайте разберемся. Петербург был заложен 27 мая 1703 года, а официальной датой основания Барнаула считается 1730 год, то есть северная столица старше нашего города всего лишь на 27 лет. Мы находимся на Демидовской площади, в самом петербургском уголке города Барнаула. Раньше она называлась Конюшиной, как и переулок, прилегающий к ней. Да, именно переулок. До революции проспект Красноармейский, как и проспект Ленина, были переулками, конюшином и московским соответственно. И раз уж мы заговорили про улицы, стоит сказать, что планировка исторической части Барнаула такая же, как и в Петербурге, прямоугольная. Переулки перпендикулярны линиям, а линии параллельны друг к другу. Первые улицы Барнаула назывались не улицами, а линиями. Например, нынешняя улица Ползнова была Петропавловской линией. Вернемся на Демидовскую площадь. Самая ранняя постройка здесь – это горный госпиталь. Его построили по проекту архитектора Андрея Молчанова, который, кстати, получал образование в Петербурге. Здание строили 25 лет – с 1819 по 1845 год. А это здание горного училища, которое возводилось дольше всего. Его строительство началось в 1828 году. С 2000 лиственных свай, которые вбили в землю для каркаса будущего фундамента. Так как местность была болотистая, а неподалеку тут вообще находилась плотина. Проект за более чем 30 лет строительства был пересмотрен четырьмя разными архитекторами. В 1861 году строительство горного училища окончательно завершилось. И Демидовская площадь обрела завершенный вид. Конечно же, внимание всех занимает этот 14-метровый Демидовский столб. И снова мы сталкиваемся с Петербургом. Его построили по образу обелиска, возведенного в честь побед графа Петра Румянцева в Санкт-Петербурге. Обелиск состоит из 12 гранитных блоков, скрепленных свинцовыми спайками, стоящих на четырех опорах из чагуна и высоком гранитном постаменте. Немногие знают, но здание богодельни тоже входило в общий ансамбль этого петербургского уголка. Чтобы понять, как должна была выглядеть площадь, необходимо обратиться к ее первоначальному проекту. Слева мы видим здание горного госпиталя. Прямо за столпом – горное училище. А справа – богодельню и купол церкви Дмитрия Ростовского. Несложно в этом проекте увидеть также и очертания Дворцовой площади, которая находится в Петербурге. Со временем проспект Красноармейский отрезал от общего архитектурного ансамбля здание богодельни, которое, к слову, изначально было одноэтажным, поэтому церковь Дмитрия Ростовского виднела сильнее на исторических фотографиях. Росписи и иконы церкви были созданы петербургским живописцем Михаилом Ивановичем Мехковым, который был первым профессиональным художником, работавшим на территории ведомства Колыва Новоскресенских заводов. Также в Барнауле, как и в Петербурге, проживали очень высокообразованные люди, которые имели тягу ко всему прекрасному, о чем свидетельствуют записки многих европейских путешественников, побывавших в Барнауле. Немецкий зоолог Альфред Брэм писал в своих дневниках. «Барнаул представляет главный центр умственной жизни в Сибири. Общественная жизнь здесь, по-видимому, все-таки довольно оживлена, о чем свидетельствуют уже 30 фортепиано, имеющихся в Барнауле, и красивое убранство многих садов». В следующий раз, гуляя по старой части города, вспомните, как Барнаулов восхищались многие европейские путешественники, и начните изучать историю нашего города, которая не менее интересна, чем Петербурга. С вами была экскурсовод Казанцева Анна и пешком по Барнаулу. До новых познавательных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok